Дорогие друзья, у нас есть возможность задать Святейшему Патриарху вопросы. Пожалуйста, в центре зала находится микрофон. Коллеги, подходите, пожалуйста, и задавайте ваши вопросы. Прошу. Здравствуйте, Ваше Судяйство, благословите. Приветствую. Диакон Михаил Степанков, Екатериндарская и Кубанская епархия, руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ. Знаете, у всех у нас в последнее время привязано внимание к теме взаимоотношений с Константинопольским Патриархатом. На конференции «Мировое православие. Соборность и первенство» в теме православного вероучения вы сказали такую фразу, что Константинопольский Патриархат сейчас идет фактически по модели воспроизведения раскола 1054 года. Вот если это действительно так, если это действительно их цель, к чему мы придем? Что нас ожидает? Это не может быть целью для Константинопольского Патриархата. Он, конечно, не стремится к расколу. Разрушить единство православия не входит в его цели. Но осуществляя стремление утвердить свое первенство не как первого среди равных, а как первого без равных, то, что уже сейчас декларируется Константинополем, оно, конечно, несет в себе совершенно определенно этот страшный заряд или бациллу разрушения церковного единства. И в этом смысле я постоянно напоминаю о том, что произошло в 1054 году. Римский епископ стремился распространить свою прямую юрисдикцию на всю Вселенскую Церковь. Но подождите, а что сейчас происходит? Сегодня Константинопольский Патриарх, по-новому трактуя свое первенство, заявляет, что это первенство без равных. Что это как бы Богом определенное его место, которое предполагает реализацию властных полномочий в отношении всех других поместных православных церквей. Так это же та же самая позиция, которая привела к разделению в 1054 году. Тогда возникает вопрос, а когда эта доктрина возникла в Константинополе? Когда? Мы не помним этой доктрины еще 30 лет тому назад. Ну а если бы это был просто такой теоретический дискурс, ну тогда бы Бог с ним, можно было бы поспорить на конференциях, но ведь это не только теоретический дискурс, это практические действия Константинополя, связанные в первую очередь с Украиной. Константинополь вторгся в каноническую территорию, на каноническое пространство другой православной церкви. Больше того, возникшее на этой территории самочинное раскольническое объединение, он как бы авторизовал своей власти и подчинил себе. Но неужели Константинополь, предпринимая эти искусительные и действительно какие-то, но необъяснимые с точки зрения исторической реальности действия, неужели он не понимал, что это приведет к разделению? А признать законным то, что совершил Константинополь, это значит признать восточного папу. Значит, если мы остаемся православными, если мы признаем, что Церковь православная управляется соборно, что в Церкви православных есть первый среди равных, что у этого первого очень ограниченная есть функция, не входящая ни в какую систему управления поместными православными церквами, а чисто представительская, он первый во время богослужений. Мы даже согласились на то, чтобы не избирался предстоятель общеправославных совещаний, а чтобы таковым был Константинопольский патриарх. Хотя первоначально мы настаивали на том, что надо избирать. Но мы всегда шли по пути создания благоприятной атмосферы, условий для общеправославного диалога и сняли свои вот эти требования, чтобы избирался председатель, согласились, но давайте, пускай будет Константинопольский. Но это не значит, что мы согласились с тем, что у Константинопольского патриарха есть особые, отличные от других патриархов властные полномочия, тем более касающиеся всего мирового православия. Спасибо, Господь, Ваше Святейшество, и спала эти деспоты. Ваше Святейшество, прошу Вашего благословения. Я Александр Черепанов из Новороссийской епархии. И у меня к Вам следующий вопрос. Председатель правительства Михаил Мишустин назвал большие данные новым золотом и нефтью 21 века. Он уверен, что благодаря анализу вот этих вот массивов информации удастся вывести на более качественный уровень системы управления всех рабочих процессов внутри государственных структур. Считаете ли Вы допустимым ближайшим будущим использование вот этих вот массивов информации, больших данных, для улучшения работы каких-либо церковных внутренних структур? Благодарю. Ну вот то, о чем сказал наш премьер, ведь это создание некого инструментария. Это инструмент. Инструменты могут использоваться в том числе и в церковной действительности. Но всякий раз, решая вот вопрос о том, следует ли нам идти в фарватере светской логики, мы должны подумать, насколько это соотносится с преданием церкви, насколько это соотносится с нашим миропониманием и с нашими пастырскими целями в отношении тех людей, которые составляют русскую православную церковь. Поэтому ничего бездумно мы делать не будем. Если принимать какие-то решения, то на основании соборного осмысления. И вот такие собрания, которые сейчас проходят, и участником которого вы являетесь, могут быть частью этого процесса. Большое спасибо. Ваше святейшество благословите. Эдуард Худяков, агентство ЮПИ-Монитор. Я из Екатеринбурга, и всем известен раскол, известен который пережили мы в прошлом году. Много чести, конечно, говорить об этом раскольнике, но он увел за собой малый остаток пропасти. Какое-то количество людей соблазнил. Людей, которые ему поверили, не смогли отличить подделку от истины. И в связи с этим, как вы считаете, не назрел ли пересмотр системы катехизации, особенно вот с учетом развития интернета, социальных медиа, социальных сетей? Если говорить о пересмотре, то надо говорить о чем-то конкретном. Я не знаю, что мы сейчас должны пересмотреть в результате этой безумной деятельности господина на Урале. Я не хочу сейчас квалифицировать, но что-то здесь есть такое не совсем, я думаю, даже нормальное в его поведении. Такого рода люди время от времени появляются, одержимые манией величия, с повышенными требованиями к окружающим в отношении своей собственной персоне, к стремлению непременно лидерствовать. Причем это стремление иногда сопровождается требованием тоталитарного характера. Вот, на мой взгляд, это, конечно, духовное заболевание, поскольку речь идет о священнослужителе. Не знаю, может, медики скажут еще о чем-то, Бог его знает. Но не думаю, что мы должны об этом много сейчас говорить. Самое главное, что у нашей церкви есть прививка от всех этих курьезов, я бы сказал так, от всех этих искривлений церковной жизни. Мы ведь действительно прошли тяжелейшую историю. Мы справились с расколами, с разделениями. Мы стали очень едиными и консолидированными. И поэтому, конечно, поддаваться на искушение вот такого местечкового разлива уж совсем-совсем стыдно. Поэтому я благодарю всех тех, кто дал твердый, ясный отпор этому господину. И радуюсь тому, что практически урона конкретного церкви, эта его деятельность, ну, почти не принесла. А может быть, конечно, есть урон на уровне личной жизни некоторых людей, которые поддались его пропаганде, его некоему обаянию и попали вот в сети этого искушения. Спасибо, Господи. Ваше Святейшество, благословите. Я протерей Андрей Туров, представляющий Томскую епархию, являющийся руководителем отдела по взаимоотношениям церкви и общества и также преподавателем Томской духовной семинарии. И мой вопрос затрагивает, как всестороннее, разностороннее свидетельство церкви каждого из нас для внешних, для всего мира, так и вопрос внутреннего устройства жизни православного христианина. Тем более при обсуждении вопросов медийности мы очень часто выходили на эту проблему как проблему важную, проблему первостепенную. Дело в том, что сейчас в современной жизни наблюдаются кризисные явления в семьях. И вот этим кризисным явлением подвержены не только люди не церковные, но и также семьи православных христиан и даже семьи священнослужителей. Напастям, нападкам подвергаются наши современники, которые стоят перед выбором ценностей, подлинных или альтернатив, которые предлагает сегодня либеральная повестка и которые предлагает сегодня секулярный мир. Вот каких первостепенных, важнейших принципов стоит придерживаться тем, кто желает созидать христианскую семью, в том числе и семьям священнослужителей? Ну, мне сложно перечислить принципы, потому что это принцип христианской жизни. Но и в первую очередь это христианское отношение к браку. И будут два плоть единого. То, что Бог соединил, человек да не разлучает. Поэтому самая главная установка православных людей, входящих в брачные отношения, заключается в том, что даже мысли о разводе быть не должно. А когда начинаются искушения, а искушения начинаются у всех, в большей или меньшей степени, в том или ином возрасте. Но когда вдруг ослабляется чувство любви, привязанности, когда возникают какие-то греховные мысли, так человек существует. И мы, то что называется, не можем изменить греховной человеческой природы. Но когда какие-либо вызовы семейному благополучию, единства семьи возникают, им нужно давать моментальный отпор. В первую очередь на уровне своего сознания, на уровне своих чувств. Ни в коем случае не поддаваться ни на какие искушения. Потому что хранение брака – это есть божественная заповедь. Кого Бог сочетал, того человек да не разлучает. А если в этом разлучении еще участвует священнослужитель, но это просто горе. Поэтому знаю, что вступить в брак для семинариста, для человека, готовящего себя к священническому служению, очень непросто. Знаю это еще как ректор духовной семинарии Академии, которому приходилось исповедовать ребят, и беседовать, и иногда помогать в определении их жизненного пути. Всегда есть большие трудности. И выбор между, допустим, вспыхнувшими чувствами, а в молодости это яркие чувства, и каким-то подсознанием того, а тот ли это человек, который может со мной вместе разделить мой будущий путь. Вот здесь, конечно, очень было бы полезно и важно, чтобы наши священники, духовники, неформально относились к подобного рода случаям. чтобы они находили правильные слова, убедительные для современных людей, чтобы не ограничивались формулами, подчеркнутыми из курсов нравственного богословия, а простым человеческим языком объясняли, что такое брак, что происходит с человеком, когда брак распадается, может ли быть счастье человека там, где он идет против Божьей заповеди, сказавшей, что Бог соединил, человек да не разлучает. Хотя, конечно, то, что я сейчас говорю, не покрывает всех случаев. Ну, например, муж алкоголик, жена, которая вступила на путь нарушения брачных обетов, или, наоборот, муж, который там загулял, много всего появляется такого, что даже с точки зрения канонической является основанием для развода. Но если вот говорить языком то, что называется правды, правды церковной, основанной на опыте церкви, то уж нужно еще и еще раз сказать, что разрушение брака является огромной ошибкой и, конечно, большим грехом. И поэтому работа священнослужителей с молодежью, с теми, кто вступает в брак, те, кто обращается на исповеди за соответствующими советами, ни в коем случае не должно сопровождаться передачей каких-то таких, знаете, словесных штампов. нужно попытаться всегда войти в понимание той драмы, которую переживает человек, обратившийся за советом. В каком-то смысле надо постараться отождествить себя с этой ситуацией, поставить самого себя в эту ситуацию и спросить, «А как бы я поступил?». Наши ответы должны быть очень человечными, искренними, я бы сказал, такими сердечными, в которых была бы выражалась наша как бы солидарность с людьми, способность, что мы разделяем с ними их скорбь. Но одновременно эти советы должны нести в себе и Божью правду. Мне приходилось давать такие советы. Иногда они не соответствовали настроениям тех, кто обращался за этим советом. Когда я говорил о том, что я не могу вас благословить на развод, да, у вас что-то произошло такое, но то, что Бог соединил человек, да не разлучает. Поэтому, как вы меня просите развести вас, вот были такие просьбы, а вы нас разведите, пожалуйста. Люди верующие, они сочетались с браком, теперь им надо, чтобы их в то время я еще не был патриархом, архиереем был. Вот вы нас разведите, я никогда не разводил. Вот иногда мои разговоры приводили к добрым последствиям. Люди восстанавливали свои отношения и некоторые до сих пор, насколько я могу, отслеживать эту жизнь. Живут в браке и полагаю, что счастливы. Другими словами, мы должны стоять на страже наших заповедей, наших законов, но при этом никогда не должны и не имеем права отвечать на эти вопрошения формально. Вот нужно всегда попытаться войти в ситуацию и очень по-человечески, с большой сердечностью, с участием давать советы. для этого священнику необходимо всегда сознавать и свою собственную ограниченность, и свою собственную, может быть, греховность и никогда не поставлять себя мысленно выше тех людей, которые пришли с какой-то своей просьбой. Наши слова убедительны тогда, когда мы говорим с людьми их языком и понимаем реально, что с ними произошло. Штампами Боже упаси отвечать. Они нежизненные эти штампы, они не приводят к положительным результатам. Вот в этом это и подвиг пастыря. Он должен проникнуть в ситуацию, он должен себя как-то отождествить, поставить себя на место людей, понять, что происходит, и потом вот из глубины этого, хотя бы даже виртуального опыта, но передать правильные слова, основываясь, конечно, на каноническом праве и на наших вероучительных позиций. Сергей, что благодарю вас ваше святейшество и спрашиваю ваших первосвятительских политв о сибирской пастве нашей церкви. Исполайте нас. Помогай Бог. Помогай Бог всей сибирской пастве. Вот, очень люблю и любил всегда посещать отдаленные районы и области нашей страны и нашей церкви. и практически могу с удовлетворением сказать, что уделяя особое внимание Сибири, Дальному Востоку и Крайнему Северу, я побывал во всех городах и крупных населенных пунктах, которые находятся на побережье Ледовитого океана, Берингово пролива и так до Владивостока. И это не просто желание попутешествовать. Вот это посещение самых отдаленных районов, в которых редко вообще, когда бывают какие-то большие начальники, давало мне огромную пищу для размышлений. А самое главное, помогало мне увидеть реальную жизнь нашей церкви. Кстати, вот такие путешествия привели меня к мысли о необходимости создать большее количество епархий. Потому что, когда я спрашивал, а у вас Владыка бывал, они даже не понимали, о чем речь идет. Вот. А теперь, когда мы создали в два раза больше епархий, у нас появилось возможно у епархиальных архиереев тоже посещать отдаленные места, встречаться с людьми. И я очень надеюсь, что Владыки сейчас слышат то, что я говорю. Я всячески готов поощрять такого рода действия и наоборот воздействовать, в том числе церковно-канонически, на тех архипастерей, которые уклоняются от посещения в том числе и отдаленных городов и сел. Епископ должен быть со своим народом, архиерей должен быть со своим народом. И это не просто красивые слова. А для того, чтобы быть со своим народом, к народу надо приехать. Надеюсь, что сегодня все Владыки меня слышат. Благодарю вас. Ваше Святейшество, здравствуйте, благословите священник Павел Островский, Одинцовская епархия. Я занимаюсь миссионерством в социальных сетях. Подписано более полумиллиона человек, большей части аудитории это люди далекие от церкви. И из всей этой аудитории около где-то примерно 100 тысяч человек это старшеклассники, студенты. Они выросли совершенно внецерковной среде, незнакомые с нашими традициями. Они даже выглядят внешне многие так, как нам непривычно. Это татуировки, пирсинг, одежда вся и так далее. И слава Богу, что многие из них они начинают интересоваться Христом, Евангелием и у них появляется искреннее желание исповедоваться, причаститься, прийти в храм. Собственно, отправляем мы их всегда именно в местный храм. И вдруг оказывается, что в некоторых храмах их не то, чтобы не ждут, но они встречаются с такой, мне кажется, даже необоснованной строгостью, когда от них требуют мгновенной перемены и внешнего вида, и мгновенно, чтобы они научились молиться, так как мы научены молиться, и сразу посту, и так далее. Как вы считаете, должно ли оказываться снисхождение не просто к молодежи, а к тем, кто совсем-совсем не знаком с нашими традициями, хотя и родились в России. Спасибо. Ответ односложный. Конечно, да. Конечно, должно быть снисхождение. Но даже ведь сказано, что новоначальным нужно мягкую пищу давать. Но если вы сразу на новоначального христианина будете возлагать устав Афонского монастыря, ничего же не получится. Да даже для городского жителя, городской житель не сможет жить по уставу монастыря. Значит, мы где-то признаем альтернативность. Допустим, для монахов одно, для белого духовенства и мирян другое. А вот в своей приходской практике мы, к сожалению, как вы правильно заметили, не всегда мы чувствительны к особенностям тех людей, которые только-только переступили порог храма. К ним нужно очень бережно относиться. В первую очередь, не надо никого сразу перевоспитывать. не надо говорить, как ты так жил, да ты что творил, да и так далее. Нужно, чтобы, во-первых, вы стали авторитетом для этого человека, а не раздражителем. Уже тот факт, что он пришел в церковь, это уже полдела. А дальше нужно с любовью, но и со смотрительностью. Любовь не должна быть прекраснодушием, потому что ведь всякое может быть в жизни этого человека. И то, что потребует в том числе и, допустим, проявления пастерской такой принципиальности и строгости. Но все это надо увязывать с самой главной целью. Не оттолкнуть человека, а его закрепить в церкви. Он должен почувствовать, что он пришел там, где ему помогают. Почему люди очень почитают тех, кто, допустим, оказывает материальную поддержку. Вот даже на приходе какой-нибудь благотворитель помогает приходу и к нему какое доброе всегда отношение. Я вот постоянно сталкиваюсь с этим явлением. И это естественно в ответ на добро, которое делается, люди отвечают добром. Вот то же самое должно быть в церкви. В первую очередь мы должны нести добро, любовь, но при этом еще раз хочу сказать с пастерской осмотрительностью. С тем, что не быть как бы соучастниками развития совершенно неправильного мировоззрения у того или иного человека. Этому не научишь отец Павел. Это приходит во-первых от личного опыта священника. Это приходит конечно от образования. Под образованием я понимаю не только формальное образование по школьной программе, но то образование, которое мы получаем в течение жизни. Но и самое главное это происходит от присутствия или отсутствия должного пастерского отношения к человеку. Поэтому священник в первую очередь должен сознавать, что он пастырь. Пастырь добрый душу свою полагает за овцем. Вот если бы пастырь был недобрым, то он бы разогнал овец. Что и происходит. Если какой-нибудь пьяный пастух приходит, то стадо разбегается. Вот поэтому любовь с нашей стороны, ну если не хватает сил на любви, и не всегда же любовь возникает к людям, тоже этими словами в пустую нельзя оперировать. По крайней мере внимание и пастырская ответственность за человека. Вот я бы так прокомментировал. Помогай вам Бог в ваших трудах. Спасибо большое. Здравствуйте, Ваше Святейшество. Благословите. Здравствуйте, Беазарте, пресс-секретарь Владикавказской Аландской епархии. Вопрос будет, конечно, посвящен Кавказу. В будущем году, в 2022 году, мы будем отмечать тысячестолетие окрещения Алании на государственном уровне. И скажите, вот, как празднование этого юбилея должно отразиться на духовно-просветительской деятельности церкви в регионе? Хотелось бы узнать, на ваш взгляд, есть ли некие духовные ключи от Кавказа и служение в нашем регионе, отличается ли оно от служения в других регионах России, скажем, в центральной полосе? Спасибо. Ну, конечно, есть особенности, это и менталитетки кавказских людей, темперамент кавказских людей. Их либо горячая вера и любовь к церкви, либо такие же горячие противные чувства. Вот, вы не холодны и не прохладны, вы горячи. И вот этот темперамент Кавказа, он как играет очень часто положительную роль, так в каких-то случаях он может играть отрицательную роль, если человек увлечен ложной идеей, или если он преследует какие-то опасные цели. Кстати, если говорить, экстремизм ведь тоже элемент, к сожалению, который присутствует в кавказской реальности. Ну, вот, если теперь перейти на конкретные уже какие-то вещи, то должен сказать, что Кавказу нужно уделять особое внимание. Пастырская работа священников нашей церкви на Кавказе, тех епархий, которые окормляют, в том числе, кавказские народы, эта работа должна обязательно учитывать историю кавказских народов, менталитет людей, их психологию. Для этого пастыри должны быть достаточно людьми просвещенными не только богословские, но особенно если это приезжие, они должны знакомиться с жизнью людей, с их историей, с их обычаями и так далее. Потому что неправильные слова или неправильные действия, даже сказанные или сделанные неумышленно, как бы случайно, из-за незнания ситуации, учитывая, опять-таки, кавказский темперамент, могут приводить к очень неприятным последствиям. Поэтому Кавказ это очень такой особенный регион России, где живут замечательные люди, такие активные, реактивные, способные на подвиг. Вот дай Бог, чтобы и в вере православной жители Кавказа проявляли все эти свои качества самым лучшим способом и образом. И дай Бог, чтобы пастыри, работающие на Кавказе, в полной мере принимали во внимание, учитывали этот огромный духовный, эмоциональный потенциал, который существует на Кавказе. Во благо, во-первых, духовного преуспеяния самих кавказских народов, но и во благо всей нашей страны и церкви. Спасибо. Спасибо. Благословите Ваше Святейшество. Протерей Денисий Фокин, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви, общества и СМИ. У меня такой вопрос. В Ахтубинске в сентябре текущего года сменился архиерей. Подскажите, пожалуйста, как правильно в рамках деятельности информационного отдела епархии рассказать о необходимости кадровых перестановок в церкви и как подготовить информационное поле к встрече нового архипастыря. Отец Денисий, не совсем понял, о чем речь идет. Вы как-то из притчи переходите к конкретике. Вы что, хотите повлиять априори на кадровую политику нового архиерея, так? если говорить своим языком. Но звучит так. Верующие восприняли с неким переживанием и вот как... С неким переживанием что восприняли? Переживанием нового приезда нового архиерея. Это, наверное, естественно. И вот как правильно все-таки объяснить им о необходимости таких действий. То есть то, что произошла смена архиерея, это вызывает озабоченность. Но вы знаете, да, к сожалению, это ведь не первый и не последний случай. Нередко люди переживают, когда их архипасторя переводят на какое-то другое место послушания, с осторожностью начинают относиться к его преемнику. Психологически это все понятно. Я сам был в роли такого архипастора, когда меня перевели в Смоленск, то до меня там был владыка, которого люди любили, почитали, и поэтому первые мои шаги воспринимались с осторожностью, даже с некоторой отчужденностью, а некоторые даже враждебно. Вот, никогда не забуду, ко мне приехали, до этого же я был ректором, и ко мне, чтобы поддержать меня, помолиться вместе со мной, приехала группа студентов из Ленинградской духовной тогдашней академии, и вот идут они по храму, и какие-то бабушки собрались в такую группу, и говорят, кирилловцы идут, кирилловцы идут, то есть как враги, вот, понимаете, такое было отношение, и совсем не потому, что эти верующие были плохими, потом все они стали очень для меня близкими, но потому, что смена архипастыря для них была в каком-то смысле, ну, большим переживанием эмоциональным, вот поэтому это нужно всегда помнить, и я думаю, что и владыка, который сейчас в Актьюбинск к вам направлен, человек способный, одаренный, надеюсь, что он сумеет правильно построить свои отношения с паствой, но о вас попросил бы и в вашем лице верующих, чтобы его приняли с открытым сердцем, вот, и без всяких подозрений, полагаю, что он будет достойно совершать свое служение, по крайней мере, на предыдущих местах он себя проявил с положительной стороны. Спасибо. Ваше Святейшество благословите священник Вячеслав Клюев Глазовская епархия. Не первый год участвую в деятельности общественных отцовских объединений от общероссийского до местного уровня. Наша епархия имеет положительный опыт совместного с отцовскими объединениями участия в конкурсах православной инициативы, получения грантов, разработки и реализации общественно-педагогических проектов, 4 октября президент России подписал указ об общероссийском ежегодном праздновании Дня Отца. Очевидно, что отцовство социально активное, вовлеченное отцей, отцовство в целом является одним из толпов и для церкви, и государства, и общества гарантией сохранения преемственности поколений. но на сегодня в наших храмах в целом по стране по большей части мужчин мало. Как нам сделать так, чтобы отцовство стало важным фактором развития церковно-приходских общин, защиты семейных ценностей? И, может быть, имеет смысл поставить перед Патриаршей комиссией по делам семьи задачу организации взаимодействия с отцовскими сообществами на общецерковном уровне, а не только на уровне отдельных приходов и епархий. И, в принципе, мы бы могли помочь в решении такой задачи, если бы вы ее поставили, если бы благословили. Конечно, благословляю, и нужно все делать для того, чтобы развивать то, о чем вы говорите. Но если хотите знать мое мнение, то количество женщин всегда будет больше в храмах, это касается не только православных храмов, это вообще касается религиозной жизни людей, потому что женская психология, ответственность за себя, за своего ребенка, за семью, она делает женщину более чувствительной и более открытой к религиозному измерению жизни. Она больше как бы нуждается в молитве, она не такая сильная, как муж. Муж опирается на свои силы, а вот женщина, понимая часто свою некую слабость, она нуждается в помощи слышать, и она чувствует необходимость молитвы. Может быть, существуют еще какие-то причины, почему религиозность среди женщин более развита, чем среди мужчин, но это является фактом, еще раз хочу сказать, фактом такого глобального масштаба. Хорошо или это и плохо, я считаю, что это хорошо, потому что женщина-охранительница домашнего очага, конечно, мужчину мы называем главой семьи, но благополучие семьи в значительной мере зависит от матери, от жены. Она охранитель, она у очага, и если она уходит в сторону, то очаг гаснет, а мужчина постоянно куда-то уходит, в командировке, работая и так далее. Сейчас, конечно, ну вот когда сравнились права мужчин и женщин, что на самом деле совсем даже неплохо, но одновременно на женщин ведь легла та ответственность, в том числе за материальное обеспечение семьи, которого раньше не было, и большинство женщин работает. Вот это создает, конечно, определенную нарушает определенные балансы в семейной жизни, но с другой стороны, это данность, и многие женщины с удовольствием идут на работу и делают карьеру, и я в этом ничего плохого не вижу, но я вижу плохое только в том, что если работа женщины, ее карьера строится без учета заботы о семье, то это несомненно грех, потому что женщина несет особую ответственность за детей и за сохранение семейного очага. Если увлекаясь карьерой, она забывает о семье, о муже, то это обычно приводит к самым печальным последствиям. Поэтому я бы в первую очередь все-таки сказал о том, что сохранение семьи, здесь больше ответственность женщины, хотя, конечно, при отсутствии соответствующего отношения к семье мужа тоже ничего хорошего быть не может, и семья может распасться. Ну вот само по себе сама идея вовлечения отцов в более активную заботу о семье через участие в церковных программах, через участие в приходской некой активности вот эта идея, она несомненно заслуживает внимания. Не скажу, что это будет просто осуществить, но если есть желание и возможность у нашего духовенства заниматься особым, развитием особых отношений с мужской частью прихода, то здесь ничего плохого нет, здесь есть только один плюс. Но нужно находить правильные инструменты такой работы. Нужно вовлекать мужскую часть прихода, даже если это не очень активные прихожане, к такого рода активности, через которую перед человеком откроется значение церковной жизни. Ну, например, ремонты, строительство, не знаю, благотворительная деятельность, организация там каких-нибудь поездок, там, где мужчины могут сыграть свою роль, они, конечно, должны играть, не надо все это перекладывать на плечи наших женщин-прихожанок. Другими словами, отцовство это очень важное служение. Из-за вовлечения во множество других дел, часто мужья и отцы недостаточно внимания уделяют семье в плане осуществления своей ответственности как отцов. Церковь, конечно, должна побуждать мужчин к этому. И еще раз хочу сказать, что очень важно было бы, чтобы и приходские наши общины вовлекали мужскую часть прихода в более активную церковную жизнь. Это одинаково, я думаю, злободневно и для отдаленных приходов, и для городских приходов, и для кафедральных соборов, поэтому полагаю, что это одно из важных направлений нашей пастырской деятельности. И благодарю вас, что вы подняли этот вопрос. Благодарю, ваше святейшество. Здравствуйте, ваше святейшество. Благословение. Здравствуйте. Диана Кудзагова, пресс-служба Владикавказской Иландской епархии. Вопрос у меня такой. На протяжении последних десятилетий статус православной церкви очень изменился и сгонимой церкви она превратилась в один из столпов государственной сегодня. Так вот, скажите, с какими задачами еще предстоит нам столкнуться, ну, нам православной церкви в ближайшее время? Спасибо. С задачами в какой плоскости, в какой области? В принципе, вот развитие наше какое-то дальнейшее, как это все будет происходить. Развитие церкви, государства, общества? Да, есть ли какие-то цели у нас, задачи? У нас полно целей и задач. Но я хотел бы знать, что вас, собственно, интересует. Готов ответить, но вы по конкретней задайте вопрос. Меня интересует в принципе все. Все, в принципе, молодец. Ну, в принципе, тогда я отвечу общими словами. Ну, конечно, все надо развивать, все надо совершенствовать. Никогда не надо оставаться на достигнутом и считать, что этого достаточно. Будь то в церковной жизни, в приходской жизни, в личной жизни, даже в семейной жизни. Надо постоянно поднимать планку тех задач, которые вы перед собой ставите. Тогда и обеспечивается развитие. Вот поэтому, дай Бог, чтобы все мы были способными постоянно для себя ставить новые задачи, устремляться к этим задачам и совершать их во благо. Спасибо, Господи. На общий вопрос общий ответ. Помогаю вам в трудах ваших. Ваше Святейшество, огромное спасибо вам за время, которое вы смогли нам уделить. Мы понимаем сложность вашего графика. Очень вам благодарны. Мы надеемся, что сегодняшнюю встречу увидят те, кто не смог присутствовать по телевидению. Ваше Святейшество, я в заключении хотел вам доложить, вот, может быть, вы помните к прошлому фестивалю мы издавали книгу, которая содержала ваше высказывание о медиа, про СМИ. И вот к этому фестивалю и в преддверии вашего 75-летия мы издали эту книгу на английском и греческом языках. Вот эти экземпляры, вот, и мы очень рады, что мы успели их выпустить к началу фестиваля и надеюсь, что в ближайшее время вам передадим. И спрашиваю ваше благословение. Спасибо большое. Спасибо большое, Ваше Святейшество. Спасибо большое. Благодарю вас. Помощи Божьей au revoir. Спасибо, Господи.